Всем привет! Меня зовут Юлия Алексеенко, вы смотрите Мировую Лигу. Итак, у нас стартанул сезон, в этот раз раньше обычного. Матч открытия ЦСКА оказался сильнее, СКА 4-3, но не в этом дело. Лично мне первые матчи сезона нравятся за то, что сразу видно, кто из игроков чем занимался летом. В основном наши хоккейные кумиры остепенялись. Ну а зачем еще хоккеисты отпуска? Саша Радулов, автор первой шайбы нынешнего сезона, женился. Он озолотил гимнастку Дарью Дмитриеву, которая на прошлой Олимпиаде довольствовалась серебром. Саша и Даша уже ждут ребенка, мечтают о трех детях и надеются на двух мальчиков. Теперь женат и Вова Тарасенко. Вова, кстати, вообще стал отцом сходу, потому что его избранница Яра Беседина есть сын Марк. Дальше больше. Александр Овечкин заявил о романе с дочерью известной актрисы Веры Глаголевой Анастасии. Не исключено, что очень скоро мы услышим о еще одной свадьбе. У Саши и у Насти все серьезно, они даже отдыхать уже ездят семьями. В кругу семьи лето провел и главный тренер сборной Олег Знарок. Вот его фото на дне рождения старшей дочери Валерии. Майга Гарнетт всерьез увлекся малой авиацией и фотографией. Эти виды Братиславы — его рук дело. Йори Каралахти рубил лес, как и все нормальные финские парни. А ребята из локомотива строили пирамиды на пляже Юрмалы. Такое вот вышло хоккейное лето. Пока игроки и тренеры отдыхали, в российском хоккейном сообществе назревал раскол. Министерство спорта опубликовало приказ об ограничении числа иностранных граждан в КХЛ. Дескать, в состав клуба могут быть заявлены не более пяти полевых и одного вратаря-легианера. У лиги возникла оговорка, чтобы на граждан Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении статус не распространялся. Но федерация ни в какую. Спорили долго, пока Лига в качестве защиты не привела договор Евразийского экономического союза, который возобладал над российским национальным правом. Да-да, вот как далеко могут зайти эти наши покатушки. В НХЛ тоже развлекаются, как умеют. Игроки Мандриали Макс Пачаретти и Брэндон Галлахер посетили местный комедий-клаб. Ну, шутки, в общем, шутили. Тут Макс спрашивает, типа, в какое время люди обычно идут к зубному и отвечают дословно во время зубной боли. Это созвучно по-английски со временем 2.30. Ну, по аналогии, что делал слом, когда пришел на поле он. Смешно. Аналогичная шутка и у Брэндона Галлахера. Дэй Планет. Пишите, в общем, в комментариях все, что хотите, но я уверена, что эти ребята смеялись бы над моей рубрикой. В НХЛ, кстати, с этого сезона новая система овертаймов, трое на трое. Это значит, что теперь игра станет веселее и до буллитов едва доживет. Систему испробовали в России случайно, но так получилось. На предсезонном турнире в Челябинске судья разудалялся, и парни большинство овертаймов провели трое на трое. Чего тогда только на поле не творилось. И выход 2 в 1. И выход 3 в 1. Получилось, в общем, ужасно зрелищно. И хотя всерьез в КХЛ такой формат никто не рассматривает, не исключено, что на ЧМ будут рубиться именно по этим правилам. То есть канадцы, американцы, сборные европейских стран будут соображать на троих против русских. Проиграют. А вот этой новости, если честно, я ждала лет так 10. Женскую хоккейную лигу с этого сезона будет курировать КХЛ. И значит, что освещать матч у девчонок будут в том числе мои коллеги-мужчины. Помню, здорово мне от них доставалось вот за этот формат. Он делает выпад в сторону Викулова, оставляя Фирсова без внимания. В итоге Фирсов принимает шайбу и обыгрывает вратаря Канады, как маленького дворового парнишку. Так что теперь, мальчики, за вашими репортажами о женских матчах буду следить я. И тогда доподлинно станет известна тема, чего не была вами раскрыта. На этом у меня все. Увидимся через неделю. Пока!